Добрый вечер, дорогие друзья! Первый канал приглашает вас в Израиль на футбол. Мы ведем прямую трансляцию со стадиона Рамадган в пригороде Тель-Авива, где вот-вот начнется матч сборных Израиля и России. Это отборочная игра чемпионата мира 2014 года, финальный турнир которого пройдет в Бразилии. Группа F. Мы, лидеры этой группы, после победы от команды Северной Ирландии со счетом 2-0. Сборная Израиля сыграла в ничью в гостях с Азербайджаном 1-1 и португальцы в гостях победили команду Люксембурга 2-1. На ваших экранах только что была судейская бригада из Англии и два капитана. Капитан нашей команды Игорь Денисов и капитан, опытнейший игрок сборной Израиля Йосси Бинаюн. Сборная России. Красные футболки, красные трусы. Александр Киржаков на ваших экранах. Сборная Израиля. Синие футболки, белые трусы. Их называют бело-голубыми. Главный тренер нашей сборной Фабио Капелло. 66-летний итальянец. А это тренер сборной Израиля Эли Гутман. В прошлом морской офицер. Ему 54 года. Вместе со мной, с вашим комментатором Виктором Гущиевым. Сегодня в нашей комментаторской кабине хорошо вам известный знаменитый нападающий московского «Динамо» нашей национальной команды Сергей Киряков. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, добрый вечер всем болельщикам нашей сборной. Я сейчас назову состав сборной Израиля. А вы пока подумайте. Мне очень интересен ваш анализ стартового состава нашей сборной. Потому что здесь как минимум для меня два сюрприза. Удар поворотом Киржакова. Мяч в руках вратаря сборной Израиля. Подумайте, почему нет Загоева, нет Файзулина. Они были во многом героями матча Северной Ирландии. Загоева нет тоже. Один из потенциальных исполнителей. Ждомный гол! Вот так вот! Но вот этого мы ждали и, наверное, очень долго ждали наши болельщики, наши любители футбола. Это 20-й мяч Александра Киржакова в 66-м матче за сборную. Александр Киржаков, он начал забивать. Как ждали мы его голов на чемпионате Европы в Польше. Как мы их ждали. Он ассистировал, он здорово играл как ассистент. Он великолепно ассистировал в матче Северной Ирландии. Перебросил мяч через стенку. С северо-ирландцами было же похоже. Он пробил в штангу за штрафного. Мы все схватились за голову. Опять, опять невезение. Есть! 1-0! Важнейший мяч! Ради его не было тоже в окресле с Байджаном. Пять изменений внес в состав команды Эли Гутман. Разве удар! Мяч летит мимо ворот. Вот он, Ради, на ваших экранах. Пытался пробить на силу, но явно у него не получился. Мяч свалился с ноги. И к нашей радости прошел мимо ворот. Их мало. Сыграл наш капитан Денисов. И атака по центру. Широков идет. Делает передачу. Попадает в коробочку. Там Киржаков. Но удар наши не останавливаются. И судья все правильно. Судья не дал свисток. Судья не дал свисток. И Кокорин посылает мяч в сетку. Вот этот жест арбитра, он просто зовет медиков, врачей нашей команды. Гол. Это гол или... Давайте посмотрим. Пока пауза какая-то возникла. Пока что не было характерного жеста арбитра. И здесь очень важно, дал он свисток. Потому что была коробочка, было нарушение правил. Дал ли арбитр свисток, потому что мяч бескозный. Подхватил. Все началось передача Широкова. Подхватил. Видите, Кокорин и пробил поворотом. Здесь я нарушения не вижу. Здесь все было, в общем-то, здесь валили израильские защитники. Но со стороны наших игроков никаких полов не было. И, кстати, отсюда с верхотуры мы думали-то, что это Киржаков. Это был Быстров. Да. Это Быстров сместился в центр. Что он делает очень часто вот в последних матчах за сборную. И вы считаете, что нарушения не было, да? Конечно, не было. Нарушали правила израильские защитники. Нет, нет, нет. Нарушение было со стороны израильской команды. Конечно, конечно. Я думаю, чистый гол должны засчитать. Но судя по тому, как наши игроки идут к центру, я думаю, что гол засчитан. Да, я тоже думаю. Я тоже думаю, что гол засчитан. Просто был вопрос в том, остановил ли этот опытный английский судья матч. А он, видимо, это не сделал и дал доиграть до конца эпизод. И все блестяще выдержал паузу. Давайте смотрим еще раз. Вот, берут в коробочку. Но это, если не гол, это пенальти. Пенальти, совершенно верно. И в этом эпизоде я даже не видел Киржаков. У него мудрено, что мы приняли Быстрова за Киржаков. Потому что Киржаковская позиция. Ух ты, разбита голова у Быстрова. Давайте поаплодируем. Поаплодируем Владимиру. Бесстрашному, бесстрашному. И снова левым флангом. И вы знаете, не зря вот мы обращали внимание на эти перемещения. Правый в левый фланг Бинаюн, Эзра. Бинаюн обосновался слева теперь. На левом фланге, совершенно правый, да. Поменял. Вот он, голкипер Майорки. В общем, Дуду Ават навешивает. И еще попытка удара головой. Но мы очень часто выигрываем. Надо заметить. Вот как раз после фланговых передач головой. Наобков все думали, что он нанесет удар. А это идет подача. Там на месте центрального положения вне игры. Положение вне игры. Причем, мне кажется, еще раньше зафиксировал боковой арбитр. Еще предыдущий пас был в офсайт. Он Широков. Да, Широков. Давайте смотреть. Он до этого. Здесь-то, да, здесь может быть на одной линии. Но до этого. И мы видели, что был поднят флажок раньше. Получить мяч в ноги. Открывался для этого. Но Березуцкому было сложно оценить ситуацию. И вот дальний удар. Естественно, это бил Натко. Он на ваших экранах. Полузащитник казанского рубина. Видите, два наших травмированных. Травма головы и травма ноги. Слева на ваших экранах Быстров. Справа Кокорин. И как-то они так отдельно сидят от остальных запасных. Мол, больше нас не вызывайте. Ну, в этом матче я имею в виду на поле. Натко. Вот видите, он бьет. Это девятнадцатый матч. Свободным остался на фланге. Свободный человек. Справа фланга мяч скользнул по перекладине. Как-то мы оставили одного Эзра, который начинал с фланга. И была передача через всю штрафную. И там Маран Ради. Вот тот самый 30-летний дебютант. Именно он пробил. И такой отскок был коварный. От прекрасного газона, между прочим. Да, да, хоть сверху скользнул. Но по перекладине от прекрасного газона стадиона Рамадган. И они, между прочим, этот стадион хотят ломать. Старый, построенный в 50-м году. Реконструкция была в 86-м. Хотят его ломать и строить здесь новый. Газон бы надо оставить. Потому что, да, мы выходили с вами на поле, Сергей. Газон великолепного качества. Только, как говорится, играй в футбол. Ну вот, смотрите, как обыграна защита сзади. И показывает, что все в рамках правил английский арбитр. Что не было удара сзади по ногам. И если зацепился за ногу нашего защитника Бинаюн, то это был игровой эпизод. А мы посмотрим. Смотрите, как обыгран Игнашевич. Поставлена нога Березуцкого. Мне показалось, Березуцкий сыграл в мяч. Да, он играл сзади. Он сыграл в мяч. Березуцкий сыграл в мяч. Будет подавать Натхо. Натхо навешивает. И, в принципе, ну, дали пробить наши. Добавлены 4 минуты. Почему так много? Ну, наверное, вы этот вопрос-то и не задаете. Потому что мы помним, как долго лежал на газоне. Точнее, не Быстров даже. Быстров-то быстро довольно поднялся. Несмотря на такую кровавую рану. Будем приятно это видеть. Да, Сергей видели несколько раз, как страхует. Ой, удар чуть выше. Хватается за голову. Вот этот самый вышедший на поле. Девятый номер. Бен Басад. Этен Бен Басад. Ну что же. И подача, естественно, Натхо. И Бен Басад пробил. Стадион прибавляет в активности. Понимают болельщики на этом 42-х тысячном Рамадгане. Что если вот не забить сейчас. Ну, короче, нужно сейчас отыгрывать. Отыгрывать хотя бы один мяч их футболистам. Но в атаке-то наши. И удар. Показалось чуть выше перекладины. Но только показалось, сбил Глушаков. Мы знаем, что Денис пробить-то может. Хороший перевод Денисова. Денисов перевел на Файзульна. Файзульн по центру. Великолепная комбинация. Все четко. Нет положения вне игры. Великолепная такая размашистая комбинация. Александр Кержаков забивает свой второй мяч в сегодняшнем матче. Александр Кержаков. Все здорово разыграли, ребята. Просто здорово. Как из учебника футбольного. Передача во фланг. То есть она перевели игру на противоположный фланг, где было пространство. И великолепная передача. Ну, исполнил Саша. Тоже очень здорово. Смотрите, как Денисов на Файзулина. Ну, вот такой зенитовский треугольник. Да, и Кержаков забивает. И вы знаете, что это индивидуально значит для Кержакова. Что это... Он в этом матче забил и двадцатый гол, и двадцать первый гол за сборную. И догнал, в общем, Романа Павлюченко. Оба они отстают, конечно, от Владимира Бесчастных, лидера. Двадцать шесть мячей. Но вот такая гонка. Ну, надеемся, они скоро догонят его и перегонят. Да, да. Атакующим действием, в общем-то, видно, что, по-моему, Израиль уже смирился с поражением. Ну, а мы продолжаем уже атаковать по-разному. Вот бил поворотом Роман Широков. Видите, так в одно касание. Неплохо, красиво получилось. И снова очередная атака. Положение вне игры. Ну, да, если я сказал, что мы два раза не попадали в финальные циклы чемпионатов мира. Наши отошли назад. Такие два эшелона, даже три эшелона, я бы сказал. Впереди остался только Кержаков. Вы знаете, он получил мяч. Вот так вот Глушаков здесь отобрал. И Глушаков продолжил. Наши уже в пятером атакуют. И проталкивает мяч подальше. Широков и Саведов навешивает. И гол! И гол! И вы знаете, вознагражден за свою активность Файзулин. Который, шутка ли сказать, во втором официальном матче. Ну, Скотт Дивором был неофициальный. Во втором официальном матче за сборную забивает второй мяч. Теперь уже выйдя на поле на замену. Вот такая результативность. Такой процент попаданий у Файзулина. И очень заслуженный гол, я считаю. Мы увидим повтор этой комбинации. И снова начал Широков. И как-то показалось, что немножко вальяжно действует Широков. Но он в последний момент протолкнул на Самедова. Самедов догнал этот мяч, посмотрел. И очень такой хороший черпачком таким навесил мяч на Файзулина. Получилось. И очень я рад и за Самедова тоже. Да, и наказали израильтян за грубейшую потерю мяча в центральной зоне, в центральном круге. И провели быструю атаку. Смотрите, сколько народу участвовало. Глушаков здесь отнял мяч, прервал. И потом все это завертелось, закрутилось. Свисток арбитр, трибуны. Ребут. Да, и это, и это, и это конец матча. Это конец матча, который мы выиграли у сборной Израиля. Первая победа сборной России над командой Израиля в гостях сборной России, подчеркиваю. Победа, вторая победа Фабио Капелло у руля сборной России. Повторяю, что мы у команды Израиля вообще не могли выиграть в течение 12 лет. И вот сделали это более чем убедительно. Я согласен с оценкой моего сегодня коллеги по комментарию Сергея Кирьякова, что наши сыграли дисциплину. Уверена, вы не успели ответить на мой вопрос, что вас вас беспокоило в игре нашей команды. Давайте об этом не будем. Пусть об этом и напишем мы сами, и напишут наши коллеги в газетах и журналах, и в интернете. Вот пока что на этой вот приятной ноте завершим матч. Тем более, что нам показывают забитые мячи. И это вот гол. Третий мяч нашей сборной. Второй гол Кержакова. Ну и, наверное, мы увидим и уже видим пас Самедова и Файзулин. Просто как будто нет противодействия со стороны защитника. Итак, это 4-0. Россия выиграла у Израиля. Продолжаем, идем дальше. С вами были Сергей Кирьяков и Виктор Гусев. Большое вам спасибо. Все хорошего. Берегите себя. И с победой всех.